всем привет вот начал ставить каркас принципе очень давно ролики не записывал сегодня 28 баню зачистил пристрой буду ставить до баня крышу следующем году буду делать здесь стал бы уже стоят сегодня взял вот таких вот уголков под 100 брус это будет у меня установлена таким вот образом скрытая установка бруса дополнительная ребра жесткости так угловой такой и брусовой был жесткостью сегодня приобрел вот у меня там еще осталось алифа с кузбослаками разбодяживаю сорян рука еще не отошла в такой где-то пропорции потому что алифа очень дорогая стала пропитывается гораздо лучше и хватает не дольше такие саморезики сегодня за 160 рублей 6 на 50 сто лет назад у нас был такой магазин и были такого качества самореза в магазине они задержались никто их не берет а зря взял вот уголки как уголки это направляющий забыл как называется так взял не помню зачем десятку сверло мне нужен вот такие вот саморезы вот эти саморезы гораздо хуже качества ну и по сравнению толщиной с этом эта пятерка это у нас шестерка небо и земля если вообще-то не четыре с половиной то есть приличная толщина у этих короче самореза и лишними не будет и самое главное вот саморезы под гипсокартон вот такого плана про них я говорил я не знаю они стоят у них копейки но у них там правда маленький запас никто их не берет уже лет 10 просто их не видно у них вот они лежат вот я взял 15 упаковок по 100 штук это у нас шестерка тоже идет или пятерка это что не по толщине вот этого шестерка точно офигеть и вот такой мешочек стоит 65 рублей класс я не знаю это все неподъемно так завтра мне приедет шпилька еще одна там ролик предыдущий вы смотрели вот 16 шпильки я вкручивал в брус поэтому они вот так стоят без укосин то есть подошел они стоят некоторые настолько плотно что их уже по-другому просто не свернуть и вот он по нему лес можно короче это у меня такая технология была когда я в одного это все дело строил получается ну то есть приходилось придумывать всякие вот такие новшества это уже более современная с применением шпильки 16 шпилька вот так вот я наварился просто и и шуруповертом закручивал не шуруповертом а дрели дрель у меня на 850 ватт мама давно покупала себе вот я и пользуюсь короче вещь у мат на вот таким вот чудесным образом я уже установил 6 брусьев вот там уголки уже есть вот у этого и сейчас буду готовить вот эту вот балочку крайне для распила и установки и вот сюда пусть будет вот отсюда от сих и до сих следующая будет оттуда до сюда а потом будет сшиваться вот так вот поверху вот такими соответственно перед тем как вот эти вот ложить доски привяжу ну там в ролике посмотрите надеюсь запишу все это я делаю в одну лицо поэтому проблематично это все дело честно говоря брус этот весит около 100 килограмм некоторые весит больше 100 некоторые меньше стану где-то вот примерно вот так и у меня проблема вот с этой рукой то есть я как-то повредил ее катаясь на коньках лет сать назад 10 больше даже лет назад нет где-то около 10 или больше до больше лет 15 16 18 назад и вот сейчас короче мне отбило ее когда брус разгружал и покоя не дает теперь то есть периодически короче стреляет и просто разжимается ничего поднять но эта фигня вторая рука тоже получила травму и если совместно они это проблема доставляет мне ну а так надеюсь ничего не уроню ничего не разобью ничего не сломаю и все у меня получится в общем на это надеюсь вот как то так людей я не нанимаю потому что себестоимость работ будет составлять выше того что есть у нас из запасов осталось денег ну и соответственно это стоимость кровли кровли у меня будет скорее всего гибкая но я пока что не берусь говорить конкретно потому что по ходу дела по ходу сборки ну я придумываю или дорабатываю свои теории идеи я уже вижу по ходу делать что мне не конкретно надо и как будет все это дело так что вот такие вот дела вот распилил три бруса уже сейчас будет 4 и 5 ложится это с них оставится кусочки они уйдут тоже у меня тоже есть задумки кое-какие дополнительно увеличить например по полу так вот венец один из брусьев сюда можно кусочки даже положите ничего страшного от этого не будет вот кусочек бруса со старого пристройки остался я не знаю как бы вам объяснить вот то что вот сейчас я купил по сравнению с тем что я покупал лишь 16 17 назад это небо и земля качество у этих гораздо выше тут если посмотреть вот эти вот волокна ну очень хреновастого качества я даже не знаю там он подразделяется на класс обработки и класс состояния бруса вот это вот мне кажется самый низкий был но тем не менее 16 лет постояла до этого чрезвычайного происшествия а вот этот уже гораздо лучше и вот на то что он тут полежал получается трещины не глубокие небольшие принципе такой светленький красивенький брусочек получается да немножко тут влажноватый где-то но не сгибается вот я вот по нему иду не гуляет под ногами вот даже он не пружинит по сравнению с тем что было ну волокна у этого целы вот мои следы ну и вот тут остался в уголке это угловой до него даже огонь не дошел поэтому я здесь его оставил вот видите у него структура какая то есть я его пропитывал очень хорошо брал пропитку вот этот хуже берет пропитку у него структура совершенно другая здесь более гладкая поверхность не пористая такая как у прошлого в общем как-то таким вот образом помаленьку буду все это дело собирать сейчас уже идет более-менее чистовой и более-менее как это бы объяснить с большей нагрузкой идет обратно на руки на спину хотя и до этого была нагрузочка дай боже когда я вот эту штуку восстанавливал сейчас кстати вы видите вот масштаб меня возможность есть такая сейчас снять показать вам примерно как все это выглядит сейчас именно на новую камеру которыми установлены в телефоне по типу широкоформатного широкоугольного объектива то есть видите да примерно вот как вот все это было масштабах я специально с разных ракурсов подхожу и как сейчас уже стало сейчас гораздо интереснее то сидела выглядит как то так брусочки у меня высотой 225 плюс будет установлен сверху брус и на брусе уже вот так будет идти вот такие вот поперечные брусья и соответственно высота будет 240 этого в принципе достаточно для того чтобы тут комфортно и ходить изначально высота было 260 это перебор я уже по своему опыту понял что этот перебор да это хорошо много кислорода но это перебор для пристроя для меня это не подходит потому что два этажа теплый воздух сразу убегает на второй этаж и очень много убегают на второй этаж потому что очень много объема воздуха который захватывал с этим пристроем сейчас будет все более комфортно более как бы приземленно и с любыми строительными материалами не должно возникнуть проблем то есть основа это им непосредственно коробка что я в принципе и сделаю как надо а потом уже можно покупать любые строительные материалы то есть вот это 6 метровая а дальше уже можно будет два с половиной три метра покупать и особо не париться перевозить на более дешевым способом нежели это я делал здесь при доставке 6-метровых груза груза строительных материалов короче вот в общем ладно пошел и пилить на этом я говорю пока до новых встреч